Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих ароматных новинках и обзоров на них. О каких-то ароматах я не могу прямо сказать свое мнение сейчас 100%, потому что я их только разношиваю. Я просто вам покажу, что есть такие новинки, что на них будет обзор. А какие-то ароматы, да, я уже их разносила, мне они уже понравились, я их полюбила, и я вам о них готова рассказать. И давайте начнем, наверное, с новинок, о которых я только буду рассказывать. Это Клоэ. Здесь набор из миниатюр. Вот так он выглядит. Здесь две туалетных воды и один парфюм классический, как я понимаю, Клоэ. У меня не было никогда парфюма Клоэ, я их пробовала, но как-то мне их... Не было никогда желания покупать, может, в силу их популярности, может быть... Ну вот, ну не знаю, не цепляли они меня. Ну, я увидела этот набор, подумала, что будет интересно их разносить, составить свое мнение. Ароматы популярные, ароматы, я знаю, многими любимые. Так что я вот буду делать на них обзор в скором времени. Дальше у меня набор вот такой. Это Живанши. Здесь такие самые знаковые, я вот так вот покажу, очень уж отсвечивает. Самые знаковые их, ну, наверное, по их мнению, парфюмы. Это миниатюры. Я не буду сейчас показывать их, раскрывать. Они все такие очень хорошенькие. Такие прям маленькие, хорошенькие. По 5 миллилитров, по 4 миллилитра. То есть я их разношиваю, буду делать тоже обзор на них скоро. Далее. Hermes вот такой в мешочке. Аромат такой морской. Я его еще не разносила. Я попробовала его один раз, но пока, не знаю, неоднозначно, неоднозначно. Буду, 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 буду. И вот такой набор тоже от Hermes. Из 4 миниатюр. Смотрите, какой красивый. Здесь довольно-таки большие миниатюры, по 7,5 аж миллилитров. Я вообще, я балдею. Я вот сейчас в процессе носки. Вот все Hermes, Hermes, Hermes у меня идет. И буду делать обзор вот только на Hermes. Сразу хочу сказать, из этого набора с одним ароматом у меня просто уже случился дикий, дикий любовный роман. Я даже хочу его, ну, я хочу, хотела бы уже купить его себе в большом объеме и сделать его своим новогодним ароматом. В этом году изменить Сержу Лютену ванильному лесу. Но пусть будет такая маленькая интрига. Я не буду говорить, что это за аромат, какой аромат. Я, когда буду делать обзор на весь Hermes, который у меня есть, я вам скажу. Далее, аромат от марки Дементер. Вот такой. Называется Нью-Зиланд. Это подарок от Жени. Женю вы видели в предыдущем видео с подругой в ванной. Вот. Спасибо, Жень, дорогая. Кстати, это еще будет один ее подарок. Вот этот и еще один. Я вам сейчас покажу. Нью-Зиланд. Аромат. У меня никогда не было ароматов Дементер, но меня всегда интриговали они. Мне хотелось их попробовать. Я помню, когда-то давно в Москве они продавались в одном клевом-клевом магазине. Что-то я тогда хотела купить. Аромат земли, что ли. Ну что-то такое. Но не купила. Ну и все. Я потом как-то о них позабыла. Здесь они не представлены. Не знаю, Женя, наверное, привезла откуда-то. Короче, аромат Нью-Зиланд. Аромат очень свежий. Аромат очень такой чистый. Аромат бодрящий такой. Такой сочный. Знаете, вот представьте такой тропический лес, но прохладную погоду. И там вот идет такой дождь. Ливень, 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 ливень. И вот пахнет вот именно вот этим лесом, вот этими стеблями, вот этими деревьями, зеленью. Именно не нагретой, не прелой, не жаркой. А именно вот такой свежий после дождя. Вот такой какой-то аромат. Хороший. Хороший. Вообще не стойкий. Ну, я так подозреваю, Дементор, ну, они как бы не претендуют на стойкость. То есть маленький флакон при желании можно всегда взять с собой и обновить не раз. Далее. Далее. Женя мне подарила терракота от Герлен. Все, наверное, знают. Это туалетная вода. По-моему, она идет только в туалетной воде. Я этот аромат никогда не знала, хотя, ну, я знаю, он, да, очень популярный. Я знаю, что и очень многие его любят. Есть такая информация, что его сняли, но я как бы не следила. Вот он у меня появился, 100 мл. Спасибо, Женя, дорогая. Аромат классный. Вот, знаете, я не знаю, почему у меня его не было. У меня была терракота пудра, у меня было какое-то тональное средство, у меня был вот этот спрей терракота. А вот аромата не было. Зато сейчас есть. Так вот, неожиданно, скажем так. Аромат. Аромат, ну, просто. Аромат сказка. Аромат отпуска, аромат релакс. Аромат, ну, вот аромат, знаете, вы лежите, шезлонг, у нас там шляпа какая-нибудь красивая, или вообще без шляпы. И вот вы лежите, море шуршит, тепло, вам хорошо, вот такая вся масляно-мазанная, таком ароматном, для загара. Пьете какой-нибудь такой сладкий алкогольный коктейль из красивого такого бокала. рядом стоит, рядом стоит такая тарелка с фруктами, фруктами такими экзотичными, экзотическими. Манго, какие-нибудь, не знаю, драгонфрут, какой-нибудь рамбутал, что-то такое, вот такое все сочное, такое прям все свежее, вкуснопахнущее, ароматное. Вот этот вот аромат вот об этом, аромат вот просто отпускной, аромат такого лета, аромат такого вот абсолютно ничего не делания, такой вот у вас нет планов, вам никуда не надо бежать, вот тупо вот валяться и загорать, и вот такой аромат. Хотя, мне кажется, зимой он тоже будет очень хорош, он будет вас радовать, он будет вас, придавать вам сил по утрам. Ну вот какой-то он такой, он так, он яркий, свежий, нет, он очень сладкий, даже приторный, я бы сказала, но не настолько приторный, что вот прям вот все, 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 все слипалось, нет. Но аромат, тем не менее, да, сладкий. На мне не очень стойкий, но достаточно шлейфовый, достаточно яркий. Хороший, хороший аромат, вот прям хороший. Дальше я уже показывала, это тоже очередной подарок, спасибо, моя дорогая, я знаю, что ты смотришь это видео, спасибо, спасибо. Louis Vuitton. Я этот аромат очень люблю, как вы видите, я вот тут уже вот столько, ну много уже расходовала. Аромат, ну, аромат прекрасен, аромат восхитителен, аромат меня покорил. Он меня реально покорил, очень красивый аромат. Я записывала о нем видео, я могу оставить ссылку. Все. Видео прям вот только об этом аромате я делала. Заслуживает внимания определенно. Дальше, три аромата от Роберто Пеге. Они у меня уже давно. Так, вот, покажу. Так, 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 вот. Вот так. Они у меня уже давно, где-то, наверное, месяца полтора, и что-то как-то у меня не хватало времени сделать обзор. Мы переезжали, потом что-то еще было. Ну, знаете, бывает, вот, нету правильного настроения, правильной какой-то эмоции. Вот, вот, не было у меня. Но сейчас, да, сейчас я готова сказать об этих ароматах. Очень классный делал обзор на него, на них, на всю линейку, вообще на всю-всю-всю линейку. Это Наташа Золотарева. Ну, это просто, это кайф. Там прям все четко, подробно о каждом аромате. Так приятно было смотреть. Я оставлю ссылку на ее канал. Заходите в это просто. Наташа, молодец. И давайте я тебе расскажу о своих ароматах, которые есть у меня. Что-то я не пойму, потемнело или что? Итак, мои ароматы Robert Piguet. Mademoiselle Piguet. Это аромат 100 миллилитров у меня, духи. Это, ну, мой аромат. Мне он очень нравится. Я его, ну, если так можно сказать, вот, ну, как бы, знаете, вот, сопоставлять с собой. Вот я его с собой почему-то сопоставила, и вот он прям вот мой родной, какой-то вот прям у меня, ну, прям вот мой. Знаете, бывает такое вот, когда тебе нравится абсолютно все в аромате, вот просто абсолютно все. Аромат яркий, аромат сначала такой, ну, вот, дико такой, ну, дерзкий, если можно так сказать. А апельсиновый цвет дает вот эту пряность, немножечко с горчинкой вначале. Ну, и потом цветы, 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 туберозы, туберозы, туберозы. Потом ваниль, и, ну, потом такой нежный становится, такой кремовый, такой вволакивающий, такой, ну, не знаю. Он вот просто вот меня восхищает каждый день, когда я вот его ношу, когда я в нем, я его обожаю. Он очень стойкий, очень шлейфовый, комплиментарный, красивый. Ну, просто вот мадемуазель пегеет, вот, мое. Он, мне нравится, он подстраивается под вас, он, вы знаете, хорош и с какими-то обычными футболками, там, не знаю, джинсами, и с каким-то вечерним классным платьем. Вот это, мне кажется, уникальная такая способность, когда аромат вот именно такой и так, и так, и так, и так может себя вести одинаково прекрасно. Хороший. Класс. Дальше, следующий аромат, давайте вот этот будет, Бакхари от Роберто Пеге. Бакхари 50 мл, парфюм. Он очень красивый, он очень, ну, как мне кажется, ретровый, ретро-звучащий, пыльный. Вот, знаете, вот он реально вот пыльный, вот, особенно в начале. Альдегиды тут просто какие-то сумасшедшие, поэтому, если вы не любите альдегиды, и вдруг вы захотели этот аромат, попробуйте его, никогда не покупайте вслепую. Обязательно попробуйте, потому что такие именно альдегиды, которые могут вас завалить на старте. Но он настолько красиво сделан, он настолько красиво сделан, он просто, он громкий, он приглушенный, даже мне он не громкий, приглушенный, вообще разные слова. Он, знаете, он неоднозначный, абсолютно точно, он неоднозначный, он, он вас несет. Знаете, вот не вы носите парфюм, а парфюм вас носит. Вот он как бы вас, немножечко бежит впереди вас, ну, меня. Вот, то есть, то ли это, ну, я еще, может, не доросла до этого парфюма, то ли как-то не сложились у нас звезды. Буду разнашивать, буду пробовать еще, наверное, на холодное все-таки время года, потому что база тут прекрасная, база здесь такая согревающая душу. Реально вот она согревает душу. У Наташи в видео она говорит, что он пахнет шампанским. Знаете, мне, ну, всем же по-разному. Очень классное сравнение, вот прям, знаете, только за аромат шампанского можно купить такой аромат. Но мне не очень он пахнет шампанским, мне он скорее такой вот пыльностью пахнет. Ну, у всех как бы, ну, свой взгляд, правильно, шеф? Лакхай. И следующий аромат это Даглас Ханан. Вот такой аромат. Он, он из всех, вот, когда только я их себе приобрела, он мне нравился больше всего. Ну, он мне и сейчас нравится, конечно. Ну, Пеге, Мадемуазель, пока вот у меня первое место. Этот аромат, здесь прекрасная груша. Ну, знаете, здесь груша такая вот как будто, ну, представляете, вы томите грушу, варите в белом вине с медом, с веточкой, не с веточкой, со стручком ванильным. Вот что-то такое, и вот она вот такая вот получается прям, ммм, такая сочная, сладкая, грушевая, вот это вот десерт. Вот здесь вот очень мне похоже на такой десерт, и вот если его есть, вот эту грушу с каким-нибудь кремовым ванильным муссом. Вот он реально такой вот десерт, прям пахнет как грушевый пирог. Очень красивый аромат, а на моей коже он звучит вообще не как духи. Я давала своей подруге, ну, Вике, говорю, Вика, понюхай, понюхай, как тебе аромат? Он говорит, ой, это что духи? Я не знала, я думала, это ты так пахнешь. Говорит, странные такие, если это духи. То есть он, хотя тут нет никаких таких животных нот, но вот на мне он раскрывается как-то вот прям странно. Но хорошо, хорошо, неплохо. Приятный аромат, мне даже не с чем его сравнить, потому что он очень такой непохожий ни на что. Груша, да, что там еще? Груша, ваниль, цветочки, лепесточки. Классный. Классный аромат. Очень-очень классный. Все же от климата еще зависит. Понимаете, я сейчас ношу это все в жаре. Как это будет себя вести в такой, в прохладе, это вообще уже другой вопрос. Надо пробовать, надо разнашивать. Если у вас есть желание, познакомьтесь с маркой Роберто Пеге, это, конечно, восторг. У меня раньше был аромат Футур, назывался давно еще, года три назад. И там прям такой вот он был свежачок. Он был такой свежий, альдегидный, замыливался очень сильно. Вот он реально пах потом мылом на мне. Вот такой хороший мыло такой кусок. Вот до сих пор помню этот запах. Но повторять, наверное, не буду. Такой он, потому что... Странный был. Интересный, но странный. На этом все. Это были все мои ароматные новинки. Я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, вам было интересно. Пишите, задавайте вопросы. Мне очень приятно ваше внимание. Я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. Ну, они меня всегда бесконечно радуют. Спасибо. С вами была Аленка Блог. Всем пока. Чао-чао. Пока.